Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Анатолий Лис подчеркнул, что 60-65% обращений разрешаются, но есть и такие, которые требуют долгосрочного решения. Какие темы поднимали брещане, расскажет Лариса Осмолович. Для города Бреста сегодня действительно больше всего людей волнуют вопросы об устройстве частных микрорайонов и тех деревень, которые были присоединены к городу Брест. В городе Бресте вы представляете много микрорайонов индивидуальной старой застройки. И там волнует людей, это прежде всего канализация, газофикация, благоустройство этих улиц, начиная от тротуара, асфальта и так далее. Конечно, для города Бреста это наиболее характерная такая проблема, которая волнует особенно жителей индивидуальной застройки. Но остальные проблемы, они одинаковые, это вопросы трудоустройства. Да, действительно, вопрос благоустройства улиц в районах индивидуальной жилой застройки для брещан, тема злободневная. Семи человек, пришедших на прием губернатора региона Анатолию Лису, четверо поднимали именно эту проблему. И для руководителя области, и для председателя Брестского горы с полкома Александра Рогачука она известна. Но сделать то, что давно требовало решений, сегодня сиюминутно невозможно. Требуется и время, и немалые материальные средства, как из бюджета, так и от долевого участия жильцов этих районов. Но в городе есть еще одна трепещущая тема – теплосети. Если говорить точнее, их замена. Этот вопрос поднял брещанин Валентин Беляк. Теплоцентраль от газопаратов проходит под нашим подъемом. Проложен 30 лет тому назад, уже больше. Если на улице еще можно ремонтировать, убирать трубы под поврежденными. То подвали эти трубы очень трудно меняются. В том году, или позапрошлом году, во дворе делали ремонт этой централи. Но мы думали, что немножко денег и займутся подвальным помещением. Но не занялись. Каким-то счетом мы еще пока живем и у нас не проживали. Но это недолго ждать, потому что были времена, когда каждый месяц были проживы. Мэр города Александр Рогачук сообщил, что всего таких проблемных домов в областном центре 34. Теплосети находятся на балансе жилищных кооперативов и не переданы в эксплуатацию энергетикам. Сергей Лобанов, генеральный директор областного управления ЖКХ, продолжая разговор, рассказал, что ежегодно необходимо перекладывать 4% общей протяженности теплосетей. А это для областного центра. 10 километров труб, то есть 6% теплотрасс. В 2016 году запланировано на замену теплосетей выделить из областного бюджета 80 миллиардов рублей. С учетом того, что два района, Малорицкий и Столинский, уже полностью обновили свои теплосети. Деньги эти пойдут на три города Брест, Баранович и Пинск. Анатолий Лис потребовал навести в этом вопросе порядок. Еще одна тема, которая затрагивает всех нас и каждого в отдельности, с заботой о братьях наших меньших. Анатолий Лис рассмотрел вопрос, с которым обратились члены Общественного объединения помощи животным «Доброта». Организации нужна и помощь, и поддержка. В первую очередь, в установке звукоизоляционного забора. Губернатор предложил выход. У вас общественная организация. Бюджетные средства на эти цели мы направлять не имеем права. Второе. У нас в бюджете сегодня средств этих недостаточно. Вы видите, читаете фрессу, сколько в бюджет у нас недопоступило средств. Мы не можем объекты школы, больницы не строим. Прекратили некоторые объекты строить. Поэтому будет неправильно. Это у нас люди не поймут, если мы будем какие-то большие деньги вкладывать бюджетные на эти цели. Поэтому здесь только средства добровольные пожертвования проведите. Надо субботник какой-то проведите. Да, это проблема есть сегодня для городов, поэтому ее надо решать. То есть стороне быть нельзя. Где-то спонсоры, где-то, значит, какие-то, я говорю, средства заработанные на каких-то мероприятиях. Надо помочь. Отец и сын Петручеки подняли вопрос возможности играть во взрослый хоккей. Если точнее, привлечение в хоккейную команду не иногородних игроков, а своих брещан. Приходили, значит, те хоккеисты наши, которые выращены на Брестской земле и сегодня есть проблемы с их трудоустройством. Конечно, я на это неоднократно обращал внимание, что прежде всего надо делать, значит, упор на своих спортсменов, а не на заезжих. Хотя в некоторых видах спорта сложно, допустим, вырастить высококлассных спортсменов, поэтому приходится где-то и приглашать. Ну, это такая тема очень сложная, но, в принципе, надо основной упор делать, и мое такое мнение, прежде всего, на своих воспитаниях. Стратегическое мышление, исполнительность и ответственность вдобавок высокий уровень культуры и умение сопереживать чужим проблемам – это те качества, которыми должен обладать современный чиновник. Приемы и прямые линии в сочетании с вышесказанным позволят более эффективно организовать обратную связь с населением. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы «Букинформ». С нового года Беларусь живет по новым ценам. О череде январских подорожаний сообщило правительство. С 1 января размер месячной минимальной заработной платы составил 2 миллиона 300 тысяч белорусских рублей. Аналогичная история и с минимальной базовой величиной. Она выросла до 210 тысяч. А это значит, что совсем скоро автоматически повысятся суммы пособий на оздоровление, по безработице, единовременных выплат работникам медицины, образования, социально-культурной сферы и некоторые другие. Обратной стороной медали станет рост стоимости штрафов. Например, максимальное наказание за превышение скорости на дороге составит 3 миллиона 150 тысяч рублей. А безбилетникам общественного транспорта придется раскошелиться на 105 тысяч рублей. Череда подорожаний коснулась и сферы жилищно-коммунального хозяйства. На 20% увеличились тарифы на газ и электричество. Станут платить больше и по-новому за оказание услуг ЖКХ. А сейчас о других событиях. Пришедшие в город морозы для кого-то стали причиной дискомфорта, для кого-то – поводом для радости. Ведь они подарили долгожданную возможность выйти на лед ради детских забав, катания на коньках и лыжах. Заядлые рыбаки поспешили на водоемы в надежде на удачный улов. Ну а радость радостью, а забывать о том, насколько опасным может быть времяпрепровождения на льду, если не соблюдать простые правила безопасности, не стоит. Тем более, что за морозами следуют оттепели. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций во время нахождения людей на водоемах сотрудники МЧС вместе со спасателями освода принимают необходимые меры. Работа ведется по нескольким направлениям. Тему продолжит София Бережная. За прошедший 2015 год 82 человека погибли на водных объектах области. И хотя эта цифра значительно меньше показателя за 2014-й, проблема продолжает быть актуальной и требует всестороннего рассмотрения и огласки. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на водоемах, спасение людей, оказавшихся в опасности. Вот то, с чем каждый год в этот период сталкиваются работники освод. И несмотря на, казалось бы, элементарные правила поведения на льду, о которых знает каждый и взрослый ребенок, чаще всего именно любопытство, азарт и беспечность толкают людей на опасный шаг. Такие причины, по словам опытных брестских водолазов, и приводят к плачевному итогу. Очень трудный случай, конечно же, в нетрезвом состоянии, когда молодежь, рыбаки в алкогольных опьянениях лезут на лед, не зная опасности. И в нетрезвом состоянии, естественно, это быстрее приводит к летальному исходу, потому что нетрезвый человек, ему очень трудно справиться с тем, чтобы выкарабкаться на лед. Трезвому как бы нелегко, а и трезвому, так это вдвойне. К сожалению, не все понимают, насколько велика опасность трагического исхода при внезапном падении под лед. В данной ситуации, по словам водолазов, важно поведение человека, его способность действовать грамотно и быстро. В деле спасения важна каждая минута. Если в районе действия спасательных станций ситуация достаточно спокойная и контролируемая работниками освод, то в зонах отдаленных она несколько иная. С наступлением мороза водолазы настаивают на том, чтобы люди, выходя на лед, были особенно бдительными и непременно обзавелись простыми средствами безопасности. Это такие шильцы специальные. Если человек проваливается под лед, рыбак, допустим, или кто-то гуляющий, если они всегда будут при себе вот так вот находиться, висеть, ну или как-то еще закреплены, чтобы можно было ими быстро воспользоваться, так как было видно, как я пользовался, ими цепляешься за лед, вот достаешь корпус наверх кромки льда, если он обламывается, перехватываешься еще раз, если перестает обламываться, переваливаешься на бок и такими перекатами выкатываешься на более твердый лед, и уже потом можно выйти и встать. Вот. Они не дают рукам скользить, хорошо цепляются за лед, руками просто это труднее сделать, и больше веса получается, укладываешь на лед. Поэтому он будет проламываться, проламываться, тем самым ты устаешь, набирается вода в вещи, это все тяжелеет и быстрее тянет на дно. В целях предупреждения опасных ситуаций спасатели организовали рейд говорящей машины, которая сегодня активно осуществляет работу на водоемах города. Напомнить о безопасности не лишняя. Такая мера, по мнению МЧСовцев, одна из самых эффективных. Мы каждый год имеем такие негативные факты, когда при появлении небольшого льда, 2-3 сантиметра, любители рыбной ловли выходят на лед и получают удовлетворение или удовольствие. Но иногда случаются нехорошие факты, когда проваливается под лед и наступает порой детальный исход. Наша общая задача, такие моменты упредить. Вот таким подходом, решением, как бы напоминать нашим гражданам, что нужно быть всегда очень осторожным и вдительным. И, конечно же, будет осуществляться соответствующий контроль по линии органов милиции, МЧС, освода, ну и других заинтересованных. Грибной канал – место, на котором в первые же морозные дни был заметен наплыв любителей лыж и коньков, а также тех, кто надеется на рыбный улов. Работники спасательной станции спешат предупредить брещан о мерах безопасности. Проблема в том, что у нас и на каналах, и на озерах везде есть промоины. Вот в чем вся беда. Как бы у нас по нашим правилам написано, что выход на лед разрешен, когда он более 7 сантиметров и более. Но дело в том, что когда есть промоины, где-то какие-то ключи, это сложно сказать. То есть в одном месте он может быть и 10 сантиметров, а в другом будет 3 сантиметра. Поэтому вот это вот представляет опасность. То есть хорошо, когда снег выпадает, эти промоины видно. Когда нет снега, их просто не видно. И человек может неожиданно, не ожидая того, и провалиться. Азбука безопасности хоть и хорошо знакома каждому, однако, как показывает практика, даже знание элементарных правил не способно уберечь от трагических последствий. С приходом холодов гражданам стоит более серьезно подойти к волнующему вопросу и сделать соответствующие выводы. Только так можно предупредить нежелательные последствия. Брест встречает таланты. Восьмой раз в Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел традиционный конкурс вокального и хореографического мастерства «Крылья». На одной сцене встретились лучшие танцевальные ансамбли, творческие и исполнительские коллективы, солисты, прошедшие благодаря серьезному конкурсному отбору во второй этап музыкального марафона. Впереди финал. О том, что значит конкурс для талантливых берестейцев, а также какие «Крылья» дарит творческое испытание его участникам, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. «Новая волна по Брестски». Именно такое название традиционного музыкального форума можно услышать в закулисье. Ежегодно первый этап собирает более сотни талантливых ребят из разных учебных заведений областного центра. Бесспорно, благодаря двум предшествующим конкурсам для более младшей возрастной категории «Золотой петушок» и «Ступени», подходя к третьему туру, именно многих участников уже давно на слуху. Здесь они взрослели, здесь становились личностями и настоящими музыкантами-профессионалами. «Новое, новое поколение» «Мы прорубляем свое течение» «Убьются странами в небе волны» «Мы будущие страны» Вообще я начал с «Золотого петушка». Это конкурс, скажем, для самых маленьких. И уже как-то удавалось проявить себя. И так вот постепенно, постепенно идти, крылья. Но это вот прекрасная возможность проявить себя. Пока на сцене выступления на репетиционных площадках настоящий аншлаг. Ведь каждый выход на сцену – это своего рода экзамен. Экзамен на профессионализм и музыкальность. Экзамен на умение работать с залом и каждым его зрителям в отдельности. И тот, кто сможет пройти все эти испытания, получит право называть себя настоящим артистом. «Наибольшей популярностью пользуется, конечно же, вокальная номинация. Это сольное пение, дуэты, трио. Более сложная номинация – это вокальные ансамбли, так как дети должны показать уже в этом возрасте и двуголосие, и трехголосие. У нас бывает акапельное, очень чистое исполнение произведений, многоголосие. Более сложной номинацией является хореография, так как она более массовая, необходимо костюмировать. Сегодня очень многие номера представлены с подтанцовками, с каким-то оформлением, с презентациями». 32 отобранных номера – более сотни участников. Таков количественный состав второго этапа творческого марафона. Назад дороги нет. Либо просто участие, либо победа и почетная возможность выступить на галоконцерте. Именно здесь, на сцене, перед членами жюри и своими педагогами, которые, как никто другой, знают, что такое переживать и волноваться, ребята стараются по максимуму показать свои умения и возможности и признаются, что делают это с удовольствием. «Мне нравится, потому что танцы очень красивые, ты много выступаешь в школе, разные концерты, у тебя будет больше успеваемость, лучше, красивая санка, это помогает здоровью». Конкурс «Крылья» – это в первую очередь отличная возможность для молодых людей заявить о себе. Шанс получить путевку на современную белорусскую и международную эстраду в целом. Однако не только это ставят организаторы во главу угла. Фортуна – барышня капризная, и улыбнется она немногим. А бесценный опыт работы на сцене, владение ораторским мастерством и, конечно же, уникальная выдержка пригодятся этим молодым людям во взрослой жизни. «Очень радует, когда порой на улице встречаешь ребенка, он говорит, ой, здравствуйте, вы меня помните, я принимала участие в ваших конкурсах, и сегодня этот ребенок твердо ступает по жизни, даже если он не стал вокалистом или танцором, но он научился передавать эмоции, он научился слышать и дарить людям добро, и, конечно же, такой человек, он будет достойным гражданином нашего государства и сможет принести пользу не только ему, но и создать семью, дарить добро себе, людям, своим семьям». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном, интересном. До нас приехала каляда. С таким рождественским названием в городе над Бугом открылась традиционная выставка, посвященная одному из самых аутентичных славянских обрядов – калядованию. В этом году в Брестский краеведческий музей приехали представители Жабенковского района для того, чтобы рассказать и показать, как у них поют календарные обрядовые песни. О козе, звезде и истории калядок смотрите в сюжете Виктории Драгобецкой. Наверняка все знают, что такое калядки, и в канун какого христианского праздника они проходят. Это слово большинство ассоциируется с песнями, рассказами о рождении Туса Христа, вифлеемской звездой, ряженными в маске, шкуре людьми и гаданиями. Однако мало кто задумывается, что в каждой местности есть свои обычаи и традиции калядования. В нашем случае в качестве примера выступили участники детского образцово-фольклорного коллектива «Дароносица» Жабенковского района, которые в буквальном смысле слова показали гостям тематической выставки, как они поют обрядовые песни и ходят со звездой. «Радуйся, ой, радуйся земле, сын Божий народился!» Кстати, раньше петь калядки было принято 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Все изменилось после принятия христианства на Руси. С тех пор обряд присоединили к празднованию Рождества Христова. Поэтому сегодня в народных калядках сосуществуют и языческие, и христианские мотивы. Их главный символ – коза, которая, согласно поверью, оберегает дом от злых сил. До сих пор пение обрядовых песен перед Рождеством – традиция в Жабенковском районе, которая передавалась, передается и будет передаваться от старшего поколения к младшему. «У нас на Роздво ходят со звездой, а есть в других деревнях, тоже, кстати, в Жабенковском районе, в других деревнях, где ходят ряжаны. У нас ряжаны персонажи ходят на шодруху. Это старый Новый год. От тогда уже переодеваются в доктора, во всяких других персонажей, дурака валяют, много юмора, смешат людей. Ну, вот это больше на старый Новый год. У нас больше ходят со звездой. Но мы сегодня, конечно, привезли элементы и рождественских поздравлений, и старого Нового года. Ну, чтобы люди имели понятие, что можно и так, можно и так». Кроме показательного выступления на вернисаже можно было познакомиться с редкими экспонатами, народными атрибутами Рождества, созданными жабенковскими мастерами. С одной стороны, пленяли взгляд тканые рушники, с другой – на гостей смотрели загадочные калядные маски и венки, сувениры, куклы, главные символы новогодних праздников, красавицы ели. Созданные из подручных материалов. Некоторые вещи являлись настоящей семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение. Словом, выставка получилась очень колоритная, буквально проникнутая рождественским калядным духом. Прийти и почувствовать его можно до 20 января Нового 2016 года. 7 января православный мир отметил Рождество Христово – праздник мира и добра, символизирующий воссоединение Бога и человека. Для миллионов людей Рождество стало символом приобщения к неизменным ценностям христианской жизни и духовности. Рождество Христово – удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. С особым трепетом ждут этот светлый праздник дети. В Свято-Николаевской церкви города над Богом прошло праздничное действие с участием воспитанников воскресной школы этого храма, а также молодежного православного братства, сестричества Милосердия и клира Свято-Николаевской церкви. Юные брещане подарили родным и близким и епископу Брестскому и Кобринскому Иоанну рождественский концерт. ПОЕТ Как и многие века назад свет Вифлеемской звезды, незримо вспыхнув в сердцах людей, позвал поклониться рождению Иисуса Христа всех верующих. И как многие столетия ранее, Каждый из нас старается принести свои дары Господу, свою любовь и преданность. То главное, что ждет Спаситель от нас – чистоту сердца, чистоту помыслов, детскую доверчивость. Ведь нет более искренней души, чем душа ребенка. Детское незлобие и вера в чудо, детское бескорыстие, стремление любить и дружить, умение дарить и прощать, по словам Архимандрита Иоанна Крестьянкина, та сила, способная восхитить Царство Божие, и поэтому каждый человек должен быть по-детски бесстрашным. Глядя на эти милые детские лица, лица воспитанника Воскресной школы Свято-Николаевского храма города Бреста, которые так искренне исполняют православные песнопения, так чаровательно волнуются, читая рождественские стихи, понимаешь, сколь значима для православных людей вера, и сколь мудры родители, приводящие малышей в храмы. Рождество – это значит, надо всех простить, как Христос простил. Рождество – это значит, людям доступ к Богу открылся вновь, петь, играть, и молиться будем, прославляя Христа любовь. И в душе светло и жутко, словно кто-то ходит там. Это сам Христос молитв, посвященный в сердце. Сегодня праздник Рождества Христова. И я сердечно благодарю вас, дорогие дети, за это прекрасное поздравление. Вы постигаете в Воскресной школе все то доброе, что вам преподают. И я желаю вам, чтобы вы впитывали сердце, больше сердцем, чем умом, все то, что вам преподают здесь. Потому что все это вам пригодится в вашей жизни. Поверьте, когда вы станете взрослыми, вы сможете вот заглянуть в эту сокровищницу вашего сердца, которую сегодня влагают все добрые взрослые для вас и родители ваши, преподаватели Рождественной школы. Вы сможете заглянуть в эту попивку вот этой доброты и взять оттуда то, что вам нужно будет, когда вы понесете жизненный крест, когда вы станете взрослым. Поблагодарил Владыка Иоанн за прекрасное поздравление представителей молодежного православного братства и сестричества милосердия. Каждый присутствующий на встрече в храме ребенок получил от епископа сладкий подарок и благословение. А главное, что у всех присутствующих укрепилось в душе понимание того, что такое в этом мире быть христианином. Я желаю, чтобы Богомладенец Христос родился бы в сердце каждого из нас. Если это будет так, значит в этом сердце будет тишина, мир, покой, доброжелательность. Значит это сердце не принесет никому зла. Поэтому побольше добрых дел, побольше доброты, любви и уважения друг к другу. И пусть Богомладенец Христос всегда пребывает в наших сердцах. С праздником, дорогие берестейцы! Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы «Букинформ». Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Буктв.бай». Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Буктв.бай». Далее в программе «Прогноз погоды», а я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие дни зима и морозы начнут сдавать свои позиции. Из Западной Европы через Беларусь будет проходить атмосферный фронт, вслед за которым двинутся более теплые и влажные воздушные массы. В Бресте в воскресенье в ночные часы ожидается до 6 градусов мороза. День будет облачным со снегом-морозом не более 2 градусов. Ветер переменных направлений умеренный. 11 января погода в Бресте продолжит определять атмосферные фронты и более теплые воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы. Морозы ослабеют. Температура воздуха минимальная ночью минус 2 градуса, до плюс 2 ожидается в течение дня. На большей части территории кратковременный снег, в ночные часы и облачная пасмурная погода днем. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер восточный с переходом на южный умеренный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин